Здравствуйте, добро пожаловать на канал КамАЗ МОА. Меня зовут Дима и вы смотрите Новосцы. Винные реки и кисельные берега. В Португалии случился прорыв на винном заводе. На улице вытекло 2 миллиона 200 тысяч литров вина. Авария произошла на заводе Ливира. Не уточняется, какое именно это было вино. На данный момент все последствия аварии уже ликвидированы, поэтому набрать себе ведерко-другое не получится. Пострадавших нет, пьяных, наверное, тоже уже нет. Все протрезвели. Компания пообещала на себя взять все расходы по ремонту, если кто-то пострадал. Местные пожарные уже откачали все эти литры вина. До этого более удобная ситуация происходила в Италии. Там по трубам водопровода текло красное полусладкое. То есть ты открываешь кран и вместо воды ты можешь себе налить винишко. Интересно, кто-нибудь вообще воспользовался, кто-нибудь себе реально брал там бутылочку или сколько-то. Потом же это можно процедить и с безопасностью выпить. Вот такой вот рай алкоголика произошел. Ищите счастье в трезвой жизни и не надейтесь на аварию на винном заводе и будет на вашей улице праздник. YouTube начал подсвечивать кнопку подписаться, когда автор произносит призыв к этому. Итак, я призываю вас подписаться на канал, поставить лайк, но поговаривают, что это работает только на английском языке, поэтому subscribe to my channel, please. Subscribe, subscribe. Посмотрите, мигает ли. Look if it's flashing. И поговаривают, что на слово лайк она тоже реагирует. Лайк, 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 лайк. Акулы снова в бешенстве. На этот раз они напали снова в Египте на пляже, на пляже в городе Дахаб. Парень и девушка купались в море и акула напала на девушку и откусила ей руку. Парень смог ее спасти, дотащить до берега в бессознательном состоянии, ее отвезли в больницу. И после этого на акулу объявили охоту с помощью гарпунов, но ей удалось скрыться. Вот такие вот изголодавшиеся они в этом году особенно. До этого была история про какой-то катамаран, который отправился в путешествие кругосветное. И акулы нападают даже на катамараны, на лодке с надувными такими аппетитными частями. Но там все люди остались живы и целы. Повредился только их плавательный аппарат. Будьте осторожны, не заплывайте за буйки. И в таких вот морях, где водятся подобные хищники, вообще смотрите в оба. Кто помнит мистера Макса и миссис Кэти? Если не помните, я напомню. Это такая парочка детей, которых родители с самого детства постят на ютуб. Семья из Одессы сейчас проживает в Лондоне. И дети выросли. Девочку я в лицо вообще никак не знаю. Ребенка мистера Макса я узнаю из тысячи. Как бы его лицо очень часто везде светилось. Очень популярный детский контент, который часто всплывает и в взрослых нарезках. В общем, ребенок растет и ребенок начинает себя как-то артистично проявлять. Ярко жестикулировать, смеяться. Общество, конечно же, это замечает. И они начали там ему приписывать слэй. Как вы знаете, манеры это здорово. Манеры это круто. Именно манеры цепляют нас, когда мы смотрим что-то скучное. Никому не хочется смотреть монотонный какой-то диалог. Хочется вот этого всего. И мамаша мистера Макса началась задаваться вопросами. То ли она прочитала комментарии, то ли общество на нее давит таким образом. То ли она сама начала осторожно к этому относиться и отчитывать своего ребенка за подобное. Откуда эти манеры? Честно, у меня это вызывает грусть и гнев. Грустно из-за того, что ребенку обламывают крылья. Здесь нет никакой его вины. Он такой есть. Это из него лезет. Это из него прет. Это не значит, что он этого у кого-то научился. Просто он born this way, baby. Ты ничего с этим не сможешь поделать. Своими вот этими задавливаниями ты просто калечишь ребенка. Ты просто его сжимаешь, забираешь в клетку. И он вырастет с огромными комплексами. И будет себя стесняться. Лично я не помню, чтобы у меня родители давили на какую-то манерность. Но, видимо, у меня не настолько и была. Отец только постоянно пугался каким-то моим замашкам, но манерность к ним не относилась. И в школе у меня никогда таких проблем не было. Но я думаю, что общество на меня давило. Я смотрю на людей вокруг и мимикрирую под это общество. Как все разговаривают, так и я буду разговаривать. А когда на тебя давят самые близкие люди, мама, которая должна быть вот такой вот. Ничего она не должна. Ну, типа, ребенка. Она должна любить и заботиться о нем. Поддерживать. Она просто давит и буллет. Сковывает его. Подрезает ему крылья. Это очень грустно. Еще меня злит то, что они зарабатывают на своих детях с самых пеленок. Они выставили их вот так вот на показ с самого детства. И сейчас они смеют еще что-то говорить. Если бы не эти дети, вы бы сейчас, я не знаю, на какой бы бирже вы торговали ценными бумагами. RuPaul's Drag Race UK продолжается пятым сезоном. И уже вышло видео Meet the Queens. Всем выстречаем королев. Drag Race это такое шоу про травести драг-артисток, которые выступают и соревнуются. И там уже сразу со старта скандал. Помните Шерри Пай в каком-то из сезонов американского, которую вырезали из сего сезона из-за того, что ее обвиняли в жестком харассменте, что она людей сексуально домогалась. Так вот, здесь есть своя участница, хищница Predator Crystal Lubricant. Дисквалифицировали, вырезали на втором эпизоде из-за того, что ее обвиняют в сексуальном хищничестве. И поначалу это пытались скрывать, это пытались задавить, как-то проигнорировать. Но те, кто участвует в продакшене, нажаловались, настучали и сказали, мы не можем такое покрывать. Поэтому BBC пошло на такие меры, что они вырезали участницу из шоу. Вместо 11 участниц, там будет теперь 10. Что-то четвертый сезон я пропустил, не знаю. В пятом как-то не особо кто-то мне понравился. Но я думаю, в качестве исключения, в качестве развлечения нужно будет посмотреть. Apple провела презентацию 12 сентября и показала нам новый 15-й айфон. Что же у нас в новом айфончике появилось? Так это кастомная кнопка вместо свеча переключения звукового режима. Также теперь у нас титановый корпус. Я про прошку говорю. И Type-C. На этом все значительные изменения закончены. И также, если вы хотите узнать про это поподробнее, у меня есть специальное свежее вкусное видео с таким более детальным разбором презентации. И что же Apple засунула в новую технику. Чем она нас соблазняет? Смотрите. Анти-граффити показали в Лондоне. Такой необычный способ нанесения рисунка на асфальт с помощью такой водяной чистилки. Вместо того, чтобы наносить краску, вы просто чистите асфальт и проявляется изображение, которое вы хотели через трафарет. Отличный новый способ рекламы для проституции на питерском асфальте. Правда, мне кажется, эта штука будет работать только вот на каком-то бетоне, который впитывает в себя грязь. А на каком-нибудь черном асфальте это уже не сработает. Что ж, это экологично и здорово. Новости музыкальной индустрии. Doja Cat выпустила очередной сингл с предстоящего альбома под названием Balloot или Ballad. Опять такое же человое размеренное звучание, как в Demons и как в Painter Town Red. Она на каком-то жестком таком супер-лайт, супер-чилл. Первое прослушивание было как-то без зацепки. Инстасамка, которая очень сильно хочет быть Doja Cat, очень тоже такой же стиль подается. Кто бы она была, если бы не вот эту манеру копировать. Это часть ее ДНК. Она как мистик из Людей Икс выпустила песню под названием Who I Am. Песню на русском, естественно, с английскими какими-то вставочками. Тоже она такая же человая, как и Doja Cat, только звук более дешевый. Именно сама аранжировка. Тодрик Холл выпустил песню Beachazaur, Beachazaurus, типа, сука, завр. Смотрите, мы, оказывается, были прогрессивными со своими пивозаврами. И теперь Тодрик выпустил такую песню Beachazaur. Там была какая-то прикольная строчка. I put the S in the Jurassic Park. Вот эта строчка, конечно. Но Тодрик такой, типа, неприятный мне тип, но у него очень крутая гейская музыка. Сплошные гимны. Money Skin. Вот эти фавориты наши Евровидения. Выпустили песню очень крутую. Мне очень понравилось. Honey, are you coming? Это мне по душе. Это мне очень понравилось. Очень советую. И закругляемся. На этом все. Смотрите новости. Увидимся с вами в других выпусках. Смотрите другие видео. Подписывайтесь на другие соцсети. Будьте в курсе всех событий. С вами был я, Дима. Спасибо за просмотр. Всех люблю. Всем.